Нашей Вселенной правят определенные законы. Зная и правильно применяя их. Вы добьетесь успеха в любой сфере, хороший вы человек или плохой. Дождь поливает одинаково тех и других. Вселенная наделяет силой тех, кто правильно понимает и выполняет ее законы. Вы сами поймете это, как только начнете использовать законы Вселенной в своей жизни. Что это за законы, управляющие судьбами людей? Первый закон – закон обмена энергией. Все состоит из энергии. Энергия всегда пребывает в движении. Человек постоянно обменивается энергией с другими людьми. Посылает что-то вовне и что-то получает обратно. Во всем должен сохраняться баланс. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. Энергия никуда не исчезает. Если вы что-то отправили вовне, значит вам что-то вернется. Если вы отправляете негативные мысли, часто жалуетесь на жизнь, они вернутся в виде неприятных событий, которые будут подтверждать ваши слова, что у вас все плохо. Если вы благодарите Вселенную за то, что имеете в данный момент, вы получите еще больше благ. Ощутите прилив энергии, радость, умиротворение, безопасность. Если вы хотите достичь равновесия во всем, научитесь отдавать и принимать в равной степени. Как показывает жизнь, это не всегда и не всем удается. Одни люди много отдают, но мало получают обратно, потому что не умеют принимать. Другие много берут, мало отдают. Тогда появляется дисбаланс. В жизни возникают ситуации, которые показывают, что не соблюдается это равновесие. Если вы выявите причины, проработаете проблему, тогда гармония восстановится. Ничего не берите просто так и ничего не давайте просто так. Что это значит? Если вы берете что-то, не благодарите в ответ или не отдаете деньгами, то в будущем возникает ситуация, когда вы что-то теряете или ваш доход уменьшается. Если вы оказываете услугу, физически и энергетически растрачиваясь, но при этом, когда вас хотят отблагодарить, отвечаете не за что, не стоит, вы обесцениваете свой труд. Впоследствии вы можете потерять еще больше, ухудшится здоровье, снизится доход, появится чувство неудовлетворенности. Таким образом вы обкрадываете себя, сообщаете Вселенной, что ваш труд, время, усилие ничего не стоит. Внутри вы ждете ответной реакции, но воспитание, убеждение не позволяют принять компенсацию ваших энергетических, временных и физических затрат. Перекос возникает также, когда вы помогаете человеку, который не просил помощи. Вы думаете, что делаете благое дело, а ему так не кажется. Затраченная энергия возвращается к вам в виде возмущения от того, что человек неблагодарный. Завязывается узел, который потом придется распутывать. Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Он применим в любой сфере жизни. Если вы посылаете больше энергии во Вселенную, чем запланировали, то больше получите обратно. Здесь тоже нужно соблюдать баланс. Отдавайте больше, если вы сами не окажетесь в убытке. Если вы заключили договор на оказание определенных услуг, сделайте чуть больше заявленного. Но если вас просят дать в долг, а вы сами почти на нуле, не стоит отдавать последние деньги. Вы создаете дисбаланс, ставите на первое место другого человека вместо себя. Так можно поступить только в том случае, если вы на 100% доверяете Вселенной и знаете, что она о вас позаботится и умеете изящно принимать. Второй закон – закон свободы воли и выбора. Наша планета в духовной литературе называется планетой свободного выбора. Это значит, что у каждого человека всегда есть выбор, в какой бы ситуации он ни находился. Любая ситуация начинается с момента выбора. Вы совершаете его ежесекундно. Если вам не нравится ситуация, в которой вы оказались, зафиксируйте этот момент. Вы находитесь на перекрестке, от которого начинается множество дорог, и вы делаете выбор, по какой из них пойти. Все, что вы делали в прошлом, привело к этому моменту. Но если вы хотите, чтобы ваш завтрашний день отличался от сегодняшнего, сделайте выбор пойти другой дорогой. Действуйте иначе. Трудно получить другой результат, если вы изо дня в день ходите привычным маршрутом. Поменяйте направление движения и начните с элементарных вещей. Измените маршрут на работу или с работы. Найдите новый путь, пусть он будет длиннее, выделите себе дополнительное время. Так вы учитесь видеть больше возможностей. На новом пути вы неожиданно для себя можете встретить таких людей, которые в дальнейшем окажут большую помощь. Этого может не произойти, если вы будете всегда ходить с привычной дорогой и повторять одни и те же рутинные действия. Третий закон – закон изобилия. Вселенная изобильна для всех. В ней присутствует одинаковое количество ресурсов для любого человека. Но фактически всего лишь 5-10% населения Земли процветают, купаются в роскоши. Остальные люди находятся или за чертой бедности, или борются за выживание день за днем, зарабатывая деньги. Потому что у большинства людей преобладает сознание нехватки, всего на всех не хватит. У процветающих людей такой установки нет. Прочитайте любую биографию успешного человека и вы увидите, что этот закон работает там в полную силу. Потому что эти люди изначально верили в свою уникальность и в то, что Вселенная изобильна. Они верили, что у них есть дар, талант или способность, который они могут дать миру, и он будет востребован. Узнайте простой способ, как найти свою уникальность. Сознание изобилия – это вера, что все, что вы отдали, вернется к вам. Даже если в данный момент вы стеснены в средствах, наступит время, когда все это изменится. Потому что состояние, в котором вы пребываете сейчас, влияет на ваше будущее. Если вы хотите завтра быть процветающим, сделайте выбор поступить по-другому сейчас. Сознание бедности – это временное явление. В данный момент у вас может не быть денег, но это не означает, что вы бедны. У вас есть семья, крыша над головой, друзья, любовь близких, работа. Если у вас хоть что-то из этого есть, вы уже не бедны. Деньги – не показатель состоятельности. Жизнь полна не только материальными благами, все остальное тоже имеет большое значение для человека. Вместо того, чтобы сетовать на тяжелую жизнь, будьте благодарны за те блага, что имеете сейчас. Так постепенно сознание бедности отойдет на задний план, уступая сознанию изобилия. Четвертый закон – закон притяжения. Принцип этого закона – подобное притягивает подобное. К вам притягивается то, что у вас внутри. Если вы счастливы и гармоничны, к вам притягиваются счастливые и гармоничные люди. Если вы пессимисты и скептики, считаете, что в мире все ужасно, вы притягиваете подобных людей обстоятельства. Чтобы перестать притягивать негативные события, перестаньте сами источать негативные мысли и эмоции. Если в вашем окружении много критикующих людей, но вы так себя не ведете, это говорит о том, что в них есть то, что нужно вам. Задайте себе вопрос, что вас притягивает к ним. Эти люди сигнализируют, что вы в себе не замечаете каких-то недостатков, поведение, не видите свою теневую часть. Научитесь принимать себя целиком, а не только достоинством. Без теневой части вы не можете стать целостным. Пятый закон – закон эволюции. Физическое тело ограничено по времени жизни. Но в каком именно возрасте придет настоящая старость, зависит от вас, от вашего желания постоянно развиваться. Как только человек перестает эволюционировать, он начинает стареть. Эта истина известна всем, это доказано учеными. Стариком можно стать и в 30 лет. Если человек привык двигаться проторенными дорожками, перестает интересоваться тем, что происходит вокруг, он начинает стареть. Наверняка вы встречали 80-летних активных, полных жизней, людей, которые радуются каждому мгновению. О таких еще говорят, к нему пришла вторая молодость. Они не остановились, у них не угас интерес к жизни, они продолжают развиваться и постоянно находят для себя что-то новое. Если вы не хотите застрять и постареть раньше времени, старайтесь искать новые сферы деятельности, новое окружение, нестандартные подходы к решению рутинных задач, раскрывайте свой творческий потенциал. Шестой закон – закон причины. То, что вы имеете в настоящий момент, это результат ваших прошлых выборов и действий. У любого события есть причина, действие, которое вы совершили ранее. Если вы не хотите иметь в будущем то, что имеете сегодня, вы принимаете решение идти другим путем. Примите ответственность за все происходящее в вашей жизни на себя. Вспомните, какие именно выборы привели вас к этому результату и начните действовать по-другому. Если вас устраивает ваша жизнь, вы успешны, достигли того, к чему стремились, отмотайте события жизни назад и отследите, какие шаги привели вас к успеху. Вы определите для себя индивидуальный алгоритм достижения цели и сможете в дальнейшем использовать его уже осознанно. Седьмой закон – закон развлечения. Этот закон связан с выражением своей истины. Люди его часто нарушают, поэтому происходят всевозможные казусы и конфликты. У каждого человека есть своя правда, свое видение мира. Начиная жить по этому закону, вы принимаете за основу, что у вас есть своя истина, а у других своя. Истина других ничуть не хуже вашей. Если это принять как аксиому, пропадут конфликты, столкновения, споры, потому что вы перестанете навязывать другим свою точку зрения, картину мира. Сформулируем принцип этого закона. Каждый человек имеет право на выражение своей истины. Учитесь не прятать свою правду. Когда человек замалчивает то, что у него на душе, из-за соблюдения приличий, не хочет обидеть другого, он блокирует энергию. Это может выражаться в различных заболеваниях горла. Но и не впадайте в крайности. Учитесь выражать свою истину мягко и уверенно, находить нужные слова. Важно соблюсти баланс, чтобы и ваши границы не пострадали, и человека не оскорбите. Этот закон налагает на вас определенную ответственность. Если вы приняли решение нести свою истину, осознайте, что и другие в отношении вас имеют право высказать свое мнение, которое может быть вам неприятным. Важно, с каким посылом вы говорите свою правду. Если ваша цель унизить, обидеть человека, то получите обратку. Если вы с любовью высказываете свою точку зрения и даже неприятную правду, вполне возможно, что человек к вам прислушается, пусть и не с первого раза. Как вы заметили, все законы переплетаются между собой. Невозможно провести границу, где начинается действие одного закона и заканчивается проявлением другого. Надеемся, что применение этих базовых законов поможет вам изменить ваш взгляд на жизнь, а следом и саму жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok